Приветствую вас, и давайте мы сначала, прежде чем отвечать на вопрос, такой сложный вопрос, достаточно, что делать. Давайте мы сначала попробуем проанализировать то, что вы написали. Вы говорите, у нас с мужем прекрасная семья. И после этого вы тоже говорите, но мы перестали понимать друг друга. Возникает вопрос тогда, что в вашем понимании есть прекрасная семья, если вы перестали друг друга понимать. Может быть, эта вот сама характеристика прекрасной семьи уже накладывает определенный отпечаток и на вашего мужа, и на вас, потому что вам приходится поддерживать этот образ прекрасной семьи. Далее. Далее, конечно, следует то, что вы друг друга перестали понимать. То есть, после того, как вы для себя, вот, опознаете и поймете такие вот вещи, как, что для вас значит прекрасная семья, после этого можно будет задать себе другой вопрос. А вот с какого момента вы все-таки перестали друг друга понимать? С какого момента это начало происходить? Что повлияло на данный момент, на данный аспект? Что повлияло на то, что вы перестали находить понимание друг другу друга? Ведь какие-то, наверное, факторы, какие-то, наверное, события этому предшествовали, если вы перестали друг друга понимать? Постарайтесь ответить себе так же и на этот вопрос. И вот уже в зависимости от ответа на него, вам и станет более понятно, куда вам стремиться. И что же вам, собственно говоря, делать? То есть, пока вы не знаете, что делать именно по той причине, что вы не понимаете, откуда конфликт. Вы не видите его причин. Ну, по крайней мере, вы не написали ни одной причины конфликта. Но они все есть. И понимание друг друга само по себе просто так не исчезает. Поэтому постарайтесь этот момент, пожалуйста, для себя прояснить. Он еще не важно. С каждым днем становится все хуже. Пишите вы. И здесь ситуация следующая. Две ситуации такова, что каждый день становится все хуже. Почему? Потому что вы не решаете проблему, как таковую. То есть, проблема-то есть, но вы ее не решаете. Вы не пытаетесь ее решить. Далее. Самое страшное, пишите вы, что вашу ссору видели дети. Ну, знаете, здесь своего рода такое избегание происходит. То есть, вы говорите, дети видели нашу ссору. А кто ссору затеял? Вы с мужем. Ну, значит, дети, не дети видели, видели ссору. А дети стали свидетелем того, как вы с мужем ссорили. Это всегда разные вещи. Потому что во втором случае вы несете ответственность за то, что происходит. И вот это, наверное, самая большая проблема, которая мне представляется. Потому что, смотрите, складывается такое ощущение, складывается такое чувство у меня, что вы не несете ответственность за то, что происходит. Вы говорите, ну да, вот у нас вроде бы прекрасная фельдяга. Ну да, вот мы представляем, который вдруг и понимал. Ну да, с каждым днем все хуже. Это все понятно. Но вы сами не пытаетесь что-то изменить. Вы ссоритесь, вы просто отдали в течение, отдали в течение ссоры. И все. Вы отдали в течение конфликта. И все. И мне, как мне видится, это самое плохое и самое скверно. То есть детям можно потом объяснить, что мама и папа друг друга люток, что они просто-напросто, например, так играли. Если дети маленькие, если дети постарше, то, может, можно придумать что-то другое, вроде, например, того, что у мамы и папы были проблемы, но они все равно друг друга любят. И понятно, что будет лучше, если дети не будут видеть, как вы ссоритесь со своим мужем. Но чтобы этого добиться, чтобы добиться того, чтобы вы со своим мужем не ссорились, нужно все-таки вот на те вопросы, которые я поднял в своем ответе, вам сперва ответить. И потом, когда вы на них ответите, вам нужно записаться на личную консультацию в обязательном порядке. И в обязательном же порядке нужно, чтобы ваш муж также записался на консультацию. И нужно поработать скрываться с вами, потом с вашим мужем, если он хочет, если узнает проблему. Ну а потом уже постепенно подготавливать вас к тому, чтобы поработать вместе с вами. С вами с вами обоими тут. И вот так можно будет прийти к определенному пониманию между вами. Но для этого нужно, чтобы вы оба хотели работать над собой. Чтобы ваш вопрос, забанный, надо сказать, не очень развернут. Был не просто вопросом, чтобы это было именно все-таки желание, чтобы это была потребность в том, чтобы что-то в своей жизни менять. Надеюсь, вы меня услышали. И, надеюсь, сделаете выводы. Со своей стороны, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделали все его лучшим. Желаю вам всего доброго, удачи, принятия верного решения и стойкости.